Девушки отдыхают Шайба, клюшка, два конька Инвентарь одинаковый, результаты разные О последних в хоккее расскажем в сегодняшнем выпуске Это программа «Спорт М» Мы рассказываем о спорте Могилевской области И сегодня в выпуске для некоторых мы откроем большой секрет Оказывается, на спорте можно зарабатывать Для тех, кто постоянно жалуется, смотреть обязательно Но про финансовый менеджмент на конкретном примере чуть позже Пока все-таки результаты минувших дней Из испанского Бильбао едет чемпионка Европы по кикбоксингу Елена Муратова подтвердила статус сильнейшей на континенте Золотую медаль весовой категории 60 килограмм Могилевчанка добыла в разделе К1 Где правил минимум, но и за этим следит судья в ринге Кроме ударов руками и ногами Здесь можно включать и удары коленями Что Елена активизировала в третьем раунде финального поединка Кроме титула чемпионки Европы Могилевчанка была признана лучшим бойцом турнира В молодежной хоккейной лиге состоялась республиканская дерби Бобруйская команда Динамо Шинник принимала минскую юность Первый поединок завершился победой Шинников со счетом 4-2 И таким образом Динамо одержала 12-ю викторию в истории белорусских дерби Увеличить их количество можно было во второй день белорусских противостояний После первого периода хозяева площадки ввели в счете 2-1 Однако позже пропустили три шайбы И табло зафиксировало зеркальное отражение дня минувшего Теперь уже победа юности 4-2 И вот она турнирная таблица Наша Динамо на четвертой позиции в северо-западном дивизионе Юность лишь восьмая В свою очередь хоккеисты Могилева провели в среду матч в Солигорске против местного шахтера В игре чемпионата страны нашим львам предрекали поражение с крупным счетом Могилев держался первые 6,5 минут А потом хозяева стали забрасывать Гол престижа гости сумели провести уже при счете 0-5 Окончательно проиграв 1-7 Стоит отметить, бросков створ наших ворот было зафиксировано с полсотни Мы же всего по разу тревожили створ кротов В первом и третьем периодах и аж 9 во втором Когда и забросили единственную шайбу Она на счету Михаила Кононова В турнирную таблицу для болельщиков Могилева лучше не смотреть После 20 игр, 8 очков и отставания от идущего строчкой выше Бреста на 5 баллов Ну и вот теперь обещанный в начале выпуска сюжет про деньги в спорте Мы в Могилевском дворце гимнастики Спортивному комплексу 4 года И за этот промежуток времени здесь кардинально поменяли не только рабочий процесс Но и адаптировали его под желания посетителей А их тут бывает полторы тысячи за сутки Объект чисто спортивный, говорит директор дворца Зарабатывать на культурно-массовых мероприятиях, в отличие от коллег, не получается Ну, оборудование сложное И если его постоянно трогать, то оно быстро выйдет из строя Поэтому мы не проводим здесь ни мир меда, ни мир шуб, ни концертных программ А те доходы, которые мы осуществляем в бюджетной деятельности Получаем, вернее, эту деятельность, которую мы ведем Мы оказываем именно средствами физической культуры В этом году дворец уже заработал 3 миллиарда Еще 500 миллионов здесь планируют выручить за оставшиеся два месяца Все благодаря количеству услуг Их тут за сотню Хотя во дворце гимнастики приносят деньги даже стены Мы стали перед дилеммой, как зарабатывать Ну, хорошо бассейн зарабатывает Это основной у нас источник дохода Но считаем, что недостаточно Посмотрели, на наш взгляд, что каждый метр Каждая свободная какая-то площадка Она должна приносить доходы Методический кабинет переоборудовали под зал фитнеса Кабинеты администрации под гостиницу Теннисные корты поставили в просторном коридоре А освободившееся место занял зал единоборств В итоге эти, если можно так сказать Незапланированные к спорту квадратные метры Стали приносить прибыль Оказывается, на спорте можно зарабатывать Ведь население готово платить Если ему предоставляют качественную и популярную услугу Международный турнир по футболу Призо-Олимпийского чемпиона Сергея Грилуковича Собрал в Могилеве юношеские команды Беларуси, России и ЛАТ И неожиданно приоткрыл занавес наших неудач в футболе Оказывается, причина Далеко не в деньгах, которых якобы не хватает клубам А в желании самих футболистов сделать карьеру Его нередко нет Корифея белорусского футбола, а также их коллеги из Европейского Союза Поделились на этот счет своим мнением с нашей программой Наблюдая за молодым поколением футболистов Замечает тренер со стажем Иван Антонович Турков Невольно вспоминающий себя молодого Бегущего по подворотным Впрочем, ведь именно там и находили таланты Туда был дворов футбол Люди проходили уже в футбол, уже умели что-то делать А сейчас думают, что все умеем играть в футбол и толпами идут Но не каждый может играть и будет играть в футбол А еще у мальчишек того времени была мечта Стать лучшим футболистом в мире Просто так Сейчас же фамилия Месси Это скорее синоним больших заработков Но их ведь можно и не футболом заработать Сейчас у нас люди обеспечены Компьютеры купили Он на улицу мало выходит И вот сидит, сидит А потом приходит Мама его или папа проводит сюда А его надо учить еще ходить Не то, что делать Более трех тысяч подростков в Могилевской области Занимаются сегодня в футбольных секциях По всему миру это миллионы Я скажу так Ну, как и любой, конечно, специалист и тренер скажет Дети занимаются футболом В основном, ну, главная мотивация, конечно, здоровье И единица, это мотивация стать футболистом хорошим Ходить просто в секцию Этого мало, конечно, для успеха Сейчас футбол для меня стал образ моей жизни Образ моей жизни Не работа, да, вот что я стараюсь слушать этим ребятам Сам я недавно, сам я, как бы сказать, шестой год тренирую И все, во-первых, другое поколение Сейчас и детей И все такое проще И новые возможности Все это затягивает детей в другую сторону И плюс, естественно, чтобы ребенок рос Если он же дорастает там до 15 И ему начинают платить деньги А это самое главное зло, которое губит многих Поэтому тогда такого не было Но все же на таких турнирах тренеры присматриваются к юным талантам Да, взросшенным на полях с подогревом Но, а вдруг у кого-то, кроме командного духа Забить гол в ворота соперников Еще эта самая мечта появится Стать лучшим футболистом в мире И хочется надеяться, что именно вот через эти турниры Скажем так, вырастут игроки национальной сборной Республики Беларусь Которая будет достойно представлять на международной арене Пока футбольные клубы области готовятся к матчам 29-го тура чемпионата страны Высшей лиги, а обе встречи пройдут на везде Спорт М расскажет о событиях выходных Которые состоятся в нашей области Хоккеисты Могилева в рамках чемпионата страны Принимают солигорский шахтер С которым играли днем ранее На этот раз игра у Львов домашняя Могилевский волейбольный клуб Продолжает участие в чемпионате страны В группе Б высшей лиги На выходных принимаем гомельскую дружину Спорткомплекс Олимпийц Приглашает и на чемпионат Беларуси По мини-футболу Местный Форта будет принимать одного из нынешних лидеров чемпионата Также отметим для посещения гандбольную Встречу команда Машека Перебралась в группу сильнейших чемпионата страны И 2 ноября будет принимать Беларусь-94 А на сегодня это все Занимайтесь спортом Равняйтесь до лучших И смотрите Спорт М на телеканале Беларусь-2 Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова